здравствуйте один мой хороший зритель канала скажем так просил показать как я ловлю леща водоемах без течения на кольцо сейчас не самое подходящее время то есть лещ он с момента нереста и до разрушения термоклина его скорее поймаешь на метровой глубине чем на 5 метровый сейчас прошло ряд гроз ветра очень сильные дули сейчас вот из-под тучки задувает поэтому я думаю что термоклин разрушен и лещ вернулся в свои места обитания какие ему нравятся места ему нравятся глубины то есть если озеро там три метра то он будет искать там ямку три с половиной метра если там ну вообще самый лучший способ определить это вот летом сейчас как раз вот самое время после жаркого дня тихого безветренного или на вечерние или на утренние зорьки выйти на берег или на лодке выйти он плавится в тех местах над ямами он плавится так называется то есть он всплывает показывает бог свой и опять входит под воду то есть вот эти места запоминать там на навигаторе на телефоне так по ориентирам запомнить не проблема и там уже уловить то есть эту снасть можно выставлять в любое время то есть это как бы целая система якорей не сложно ничего тут такого хитрого нет то есть если вы более-менее знаете водоем то можно то есть выходим вот у меня навигатор можно по ориентирам заметить место можно буйок но я сейчас покажу буйок повесить что потом найти за самому то есть сейчас выйдем на точку так берем веревку привязываем к ней груз но любой кирпич там или просто в пакет завернули камень или песка набрали в пакет и важно делись под мусора мешок взяли относится все-таки лучше в тихую погоду это делать не проблема сейчас сделаем то есть вот надо знать какая глубина здесь ну померить там взяли грузик померили или тем же якорем измерили глубину то есть вот здесь 8 метров у меня привязана к этому камню веревка три раза длиннее то есть 24 метра я дома отмерил но я уже знал что здесь такая глубина пускай веревка любая может это я ждал потому что она легче воды она она не всосет вы эту веревку но можно поплавок посредине привязать так все легло на дно теперь я буду по ветру сплавляться потому что здесь место такое без разницы а вы можете подгребать куда вам удобно веревка то что она вот смешка идет сама не надо ничего делать так все вот веревка закончилась берем второй груз этот можно петлей привязать подождем пока немножко меня натянет течение так теперь опускаем через лодку вот так вот я пуск идем в середину шнура груз опускается мы идем на середину шнура ну можно потом натянуть неважно вот все груз лег на дно теперь встаем на середину чтоб у нас углы вот эти вот были одинаковые двух сторон лодки и берем вот можно петлю петлю вот так взять и зависло так все стоит теперь кормушка принципе можно любую кормушку взять даже садок можно взять у меня вот такие шары я показывал как я делаю это на теплое время года я делал она холодное время года я зимой показывал видео называется прикормка не на корюшку то есть холодное время года когда вода холодная я другую прикормку использую так можно взять я говорю любую кормушку у меня вот сетки такая здесь веревочка здесь карабин такой карабин надеваю на шнур который у нас уходит они уходят шнур и обои вот где-то под 45 градусов воду то есть получается метров на 5 они туда по сторонам ну чем больше глубина тем дальше вот вот то есть я опускаю все она поехала по шнуру кормушка уехала все забыли и вторую также ставим кормушку сейчас прервусь чтобы видео для не длинное получилось так мы поставили вторую то есть вот мы сидим лодки у нас тут уходит и тут уходит там висит по кормушке то есть принципе можно поставить и летом любую жару вот эту систему кормушки не опускать а вот места нахождения грузов забить навигаторе и потом когда вы проходите мимо этого места просто берете вот пару этих самых шаров вот этих прикормки один бросились сюда в район грузило 2 бросили дальше пошли рыбачить там на спиннинг или куда-то и так каждый раз и за лето он привыкнет у вас лечь там крутится то есть он будет подходить лечь он вообще не стоит на месте практически никогда то есть зимой там в лютые морозы в самые когда там я не знаю он встает болеет а так он постоянно двигается то есть это с одной стороны хорошо что вы его можете прикормкой привлечь а с другой стороны он также может как вот клюет так раз и ушла ставим и вроде все нормально было лечь перестал ловиться она просто ушла в другое место да и все вот передвигается очень много по водоему а так вы будете прикармливать постоянно кормушку вот эту достать очень просто то есть я покажу чтобы груз не поднимать весь груз вам но можно и поднять не проблема если вон там вы его переставите на пару метров в сторону то еще без разницы он найдет ее все равно он все равно в это место будет приходить и найдет так кольцо теперь само кольцо то есть можно использовать кольцо можно использовать яйца можно использовать отцеп взять вот свинцовый есть отцеп и на шнур цепляются без разницы можно использовать вот карабин вот такой то есть пристегнули к этому к вашему этой трубочки или инлайн монтажу и он скользит по леске там можно потяжелее карабин взять можно груз сюда прицепить любой а я использую вот их по берегам валяется море всяких разных вот такие кольца от сетей то есть раньше ставились на сетки и они валяются по берегам то есть она вот разъемная она пружинистая такое я одел сюда этот хомут такой в электротоварах продается он с этим самым с отверстием можно просто хомут одеть только до конца его не не затягивать чтобы у карабинчик то застегнуться на вот удочка любая тоже без разницы что вам лишь бы удобно было для вашей лодки чтобы было удобно то есть если у вас там баркасина какая-нибудь ну берите двухметровую удочку какая кто вам мешает если у вас маленькая лодочка то вот достаточно то есть ее положил пускай она хоть даже в лодке вот тут лежит кивок этот задергается вы увидите да можно и без кивка лещ он чаще всего он сам засекается то есть подсечку никакую делать не надо подсечку делать надо только когда вы судака ловите остальная рыба просто не давать слабины тянуть и не давать слабины катушка мы не пользуемся катушка только для хранения лески вываживать всегда только руками не пытайтесь катушку вываживать я сколько рыбы упустил из этой катушки и пока там тыр-пыр он вверх пошел лечь то есть ты его развернул головой вверх ну подтягиваешь он хвостом машет у него заднего хода нет вверх и поплывет слабина образовалась и он у вас сошел до любая рыба так поэтому вытягивайте руками это и быстрее и ну пять метров лески но сильно вы ее не запутаете по любому водки порядок должен никаких баночек бутылочек ничего тут стоять под руками потому что лещ он начнет биться у вас все за борт улетит то есть все сразу приготовили то что вам надо для рыбалки там кофейку попили убрали так крючки теперь я вот использую вот такие вот 8 номер тонкие вы возьмите крючок какой вам нравится какой вам глаз на который лежит какие у вас есть запасе потом налейте в дома кружку воды кружку воды и грузите этот крючок чтобы он у вас имел нейтральную плавучесть чтобы он тихонечко-тихонечко опускался на дно а грузить можно неважно чем сало то есть поняли какой вам кубик сала нужен там 3 на 4 миллиметра так и режете все сало это и сажаете на крючок пенопласт то есть поняли какой вам надо шарик пенопласта какой ставите на этот крючок там бойлы поняли что вам чтобы крючок плавно опускался надо два бойла например повесить пуфы всяческие там неважно личинки силиконовые всякие у меня вот были крупные личинки сейчас они стоят дороже тысячи у меня закончились и что-то их и нету особо то есть того цвета который мне нужен я вот купил вот такой вот опарыш то есть он всплывает он не тонет этот опарыш то есть я вот понял что мне его вот на этот крючок надо пять штук такого опарыша вот три четыре пять он держится очень прочно на крючке он обработан аттрактантом он беленький то есть принцип тут какой то есть в принципе даже можно и его одного вот посадить этого опарыша безо всякого вкусного потому что лещ он ест вашу прикормку которая лежит на дне вокруг вот кормушки она валяется кругом по дну то есть какой подлещик подлетел все это раздербанил вокруг колечка кормушки близко не подходит он ходит вокруг нее и подъедают крупную фракцию а как он подъедает он засасывает со дна и крючок этот он тоже засосет ваш вот то есть такая вот пять штук вот на этот на чтобы он плавненько плавненько тонул но на хитрого какую-нибудь рыбку там бывает крупная плотва подойдет бывает ясь подойдет здесь как бы ясь по стоку по скоку но я все равно насаживаю даже хищная бывает рыба я судака ловил на такую то есть он еще ему захотелось покушать такого а может малька там гонял вокруг кормушки и эту сосал заодно то есть вот насадили поводок я беру подлиннее потому что у кормушки у самой обычно мелкие подлещики крутятся а крупные все-таки он подальше и когда вот это будет опускаться кольцо по шнуру кольцо дойдет до кормушки а это вся канитель останется сзади ближе к лодке и она не зацепится за кормушку то есть если у вас будет короткий поводок то он может тут его как-то там течением или что и хоп за кормушку зацепилась и вам кормушку доставать надо будет а если у вас там клев идет то как бы не хорошо в принципе ничего страшного если вы кормушку достали добавили туда этих шаров и опять ее бросили туда ничего не проблема если вам надо например вы отловили хотите достать кормушку то есть у вас например там какая-нибудь хорошая дорогая кормушка там садок проволочный садок проволочный удобно он большой туда много шаров влезает но оставлять вы не хотите потому что какой-нибудь вот с дорожка пойдет и зацепит вот вашу эту веревку как бы ну зацепляет люди чаще бросает просто а некоторые достанут вот вы не хотите оставлять вот на это кольцо просто двойной крючок вот так вот цепляете двойник и опускаете пару раз дернули он хоп за кормушку этот двойник зацепится и вы достанете кормушку не доставая груз но можно и груз достать я говорю это не такая проблема сейчас вот ветер большой может отнести в сторону а если тихо обычно на зорь как же рыбачишь сейчас как бы такое время на и днем ловится то есть берем ушку подняли чтобы у вас все свободно сходила застегнули это кольцо веревки крючок отпускаем куда-нибудь в сторонку чтоб он не воткнулся веревку у вас и потихонечку не торопясь опускаем вниз вы стоите мертвы в любой ветер вас ну если легкие груза может начать тащить но тащить вас будет вместе с прикормкой поэтому ничего страшного где-нибудь да остановитесь все вот он лег здесь в отличие от того когда сильно течение она леску бывает выдувает эффекты дно там найдешь надо груза тяжелый ставить здесь же вот достаточно и такого колечка то есть она вот оптимально скользит то есть вот я двумя пальчиками то есть я потом если даже вот я думаю что там рыба сидит но взял ты на метр поднял и она проявится рыба она уже будет дергаться и вы поймете что она там сидит уже рыба не бойтесь так периодически поднимать там раз 15-20 минут потому что он бывает сожрет там я не знаю ерш этот и сидит у вас там на крючке а вы ждете поклевку ну дождетесь налим когда там сожрет это покушали сюда а так доставайте проверяйте что сидеть то просто так ну сидите любуйтесь природой красота так это оставили да и так же вторую опускаем можно обычной вот у меня удочка то есть без кивка то есть рыба начнет дергаться вы поймете что она там сидит она дай кончик удилища начнет дергаться колбаситься и кивок вот бросили он не обязательно должен с борта свисать он он кивать будет и в лодке даже если у вас через борт он перегнулся он все равно будет кивать забор тоже удочка не улетит ну мы привяжите к веревку к концу удилище если боитесь там что-то на течение может шибить когда сильное течение она схода берет рыба яйца там особенно и может выдернуть удочку за лодку ну тут вот эта катушка что чем-нибудь да зацепится и она пенопластовая удочка то ну я потом вот эту бросил фигню всю пошел и выловил эту удочку какие проблемы она не утонет эту можно у меня вот таких пара штук еще стоит уже года четыре или пять то есть она короткая и маловероятность что кто-то зацепит ну придут там когда троллингом ловить или якорем там ну если конечно у вас эту яму все знают и тут много народа тусуется то конечно будьте готовы что у вас будут этим срезать потому что люди цепляют якорями а что тут за фигня такая даже может и не снимет груза на ножом ее перережет и вы ее не найдете а чаще всего вот на заливе на озерах ну знаете где лечь то есть лишь принципе распространенная очень рыба то есть вот у нас на корейском перешейке на всех озерах есть там ну и за исключением каких-то ламбушек совсем маленьких и радоновых озер где вообще кроме вот такого пушка ничего нет ну а стих ветерок почти ну я не надеюсь что сейчас я что-то много там поймаю ну хотя бог его знает она вот любит рыба когда вот после жары грозы вот такие пройдут фронт грозовой она активизируется любая и хищная и мирная ну малек ты плотвичка там она попрячется в камыш конечно такая рыба серьезная которая термоклин разрушает то есть термоклин погуглить можете ну я могу вкратце рассказать то есть летом верхний слой воды нагревается а нижний слой воды холодный и верхнем слое начинается вот такая циркуляция воды то есть он не смешивается с холодным слоем и холодный слой воды у дна то есть там три-четыре метра глубина там мало кислорода и вода холодная и там рыбы никакой нет никогда она вся вот в этом в теплом слой рыба а когда грозы проходят ветра сильные ну или реки с течением там вообще не образуется термоклин это все дело перемешивается и рыба опускают приходит на свои излюбленные места где она обычно тусуется там коряги какие-то ямы где рыба обычно весь год обитает она там туда возвращается а летом когда вот жара самая ты лища скорее всего поймаешь вот на такой глубине он будет там ходить чавкать питаться чем вот где-то на ямах это я помню мы ездили советский там еще брательник двоюродный жив был пацан ему лет 12 было мы с мужиками с удочками там на зорьку все обвешались на лодках все ушли просидели эту зорьку четыре часа нифига не поймали возвращаемся а там камыш такой он между камышом и берегом ловит то есть даже за камыш туда не выходил то есть вот есть полоска чистой воды между камышом и берегом я смотрю удочка гнется дугой я вовка прекрати баловаться рыба клюет я говорю не ври сейчас по шее получишь удочку сломаешь мне выходим у него лещи такие наловлены то есть он буквально вот на 30 сантиметрах этих вещей то есть между берегом и камышом наловил то есть он там кислорода много питания много сидит тихонечко они подошли к нему он их ловит а мы нифига не поймали на глубине можно поднимать как подняли вот слизь была лещевая на леске уходит трется подняли проверили он если начнет кормиться он не и вот сложно испугать леща он конечно осторожный но я там читал у собане его какой-то помещик там высыпал там воз овса распаренного ну вот это 200 300 400 килограмм каждый день в речку леща этого высыпал леща прикармливал сидел ловил потом купался тут же опять ловил то есть он не уходил никуда не боялся этот лещ когда ему корма много он питается отъедается можно вот вообще в руку вот взять эту леску и сидеть смотреть по сторонам не это самое на кивок не смотреть не обращать внимание ладно я сейчас посижу часика три время есть три часа то я вас не заставлю ждать конечно прервусь то есть что хорошее так не форсируйте потому что во всплыл лёша лёша это ребята вещь воздуха схватит уже шалевший вот в это время его надо брать пока он не прочухался а потом он начнет он видите буянить сразу воду крючок о какое больше килограмм на садов доставать есть ребята опять 10 минут не пришлось после первого тоже хороший не торопитесь он засекается хорошо свечек не делает как щука даже рукой тоже килограммчик но следующее видео смотрите по просьбе тоже моего хорошего одного зрителя следующее видео будет называться леща тварной с луком о какой так так вроде ветерок поклевывается в тихую погоду конечно все таки приятно сидеть ветер пенопласт мне не нравится потому что он сваливается после каждого леща новый цепляй а его откроешь эту баночку вот так ветер дунул он весь улетел а это все таки она опарыш уже как-то не сподручнее ловить я купил этот у меня были личинки такие они хорошие личинки тоже такие они миллиметров наверное 10 длиной и они мягонькие такие то есть там такой силикон воздушный как прямо настоящая личинка вот его сажаешь это я подсмотрел там на канале геннадий там геннадий про что-то такое фишинг у него хорошие ролики мужик тоже он зарабатывает на рыбе хочешь не хочешь я не беру леща меньше килограмм даже бывает килограммов потому что он ну чё там есть хвост выкинул голову одну поел и все а вот больше килограммчик а лишь я люблю вещь он что хоро он слизь трется эту слизь с лески надо убирать обязательно и вся рыба очень боится лишь что хорошо что и его замору почистил вода и заморозил и и он размороженный ничуть не хуже чем свежий очень хорошо сохраняется морозилки там другая какая-то рыба портится леща такое и хочется иногда там некоторые говорят там лещ невкусный ну ешьте креветки кальмары ешьте разный вкус ты сюда мне нравится вкусная рыба леща другой просто другой вкус он тоже вкусный но совсем другой то есть он мягче жирнее вот его сейчас если свеженький отварить у него аж прозрачное мясо на ребрышках то есть она прямо как я не знаю дает во рту даже ничто не знаю что сравнить с этим и вот на этих вот местах скопления леща там очень редко бывает мелкая рыба вот это вот то есть вы вот нашли место вот но вот когда вот жаркий день и вода такая как зеркало прямо она как зеркало то есть и прямо видно он выворачивается так пока показывает свои вот эти места запоминайте он зимой там держится леща то есть вот эту я фигню и на зиму оставлю то есть я вот здесь посредине привяжу или гвоздь или кольцо такое же ну любой грузик чтоб она не всплыла не примерзла ко льду она легче воды эта веревка если тяжелее у вас воды веревка то не надо ничего привязывать даже можно какой-то поплавочек привязать можно поплавочек с грузилом привязать то есть поплавок а на метровой веревке грузик и эту точку тоже забили подписывайтесь на канал я вам потом покажу зимой как с одной лунки эту веревку поймать не надо не протаскивать там кошку никакие шесты проволоками там никакими заморачиваться пришли плюс минус вот здесь глубина 8 метров плюс минус 5 метров нашли это место по навигатору просверлили лунку поставили палатку поймали эту вот веревку отправили на концы по кормушке по такой же и сидите также на кольцо ловите можно даже в одну лунку опускать два кольца то есть вот у вас веревка из лунки торчит вы одно кольцо в ту сторону отправили второе кольцо в эту сторону отправили ну лунку конечно надо специальную делать то есть сверлить и 3 от можно с обыкновенным шнеком рассверлить люб до любого размера лунку тоже подписывайтесь я покажу то есть не надо даже с собой пешню таскать то есть если лед нормальный как вот он обычный бывает то есть не как вот прошлую зиму был фигня какая-то а не лед то его рассверлить коловоротом обычным шнеком до любого хоть вот такую лунку можно рассверлить ну либо сверлишь 3 лунки и серединку или 4 лунки серединку выдолбливаешь пешней снизу только подрубать чтобы вот эти веревки то чтобы они уходили все-таки чтобы они за край лунки у вас не цеплялась ничего а то у вас дойдет кольцо до края этого это уже не мая не лунка майна уже получается и помечайте их если уходите какую-то палочку ставьте потому что сами же придете на это место будете искать и валитесь в нее и снегом заметет и хрен найдешь и по пояс ухните и все я проваливался так в чужие майны и снегом заметет идешь идешь там мороз минус 20 еще и снегом заметет и она под снегом не замерзает ни хрена и так ух туда слету ну хорошо руки успеешь растопырить по пояс промокнешь ну когда задница у вас мокрая минус 20 счета удовольствия до берега 5 километров о только бегом только бегом шагом уже все яйца отморозить сразу же ну ладно что-то я про зиму зови я все хочу чтоб вы поклевку увидали но видно не судьба аккумулятор сядет не взял запасной еще одного достал еще не нашел я взял аккумулятор поставил новый этот сдох еще одного только что еще поймал тоже хороший я уже одну снял удочку потому что ну куда сейчас еще посижу катушку дорогой не ставьте потому что она бывает намокнет подшипники хорошо вот мультипликатор можно зимнюю взять мультипликатором удочку ну который там блесните судака щуку она хорошо пойдет леска где-то 04 должна быть не тоньше можно толще поводок я 025 ставлю флюрокарбон потому что леска сколько раз вот она смотана так это леска где-то риск удаст при перевозке или где-то и поводок по этому месту лопнет из лески а сурокарбона не лопнет в леске вся прочность снаружи то есть вот если представить леску как шланг то она внутри не имеет прочности вся прочность снаружи флюрокарбон на всю толщину имеет одинаковую прочность мы либо каждый раз вязать поводок новый перед каждой рыбалкой то есть достали катушечку лески хороший проверенный связали поводок при цепи я не ставлю вот эти вот и подпуски как вот ставят на течение там по 5 метров эти подпуски там со множеством крючков даже на течение когда ловлю на кольцо я ловил на течение я на черной речке прямо вот эту веревку забрасываешь берега вот так вот она под углом сколько сможешь с кирпичом или забросишь кормушку прямо и цепляешь кольцо и длинный поводок и отпускаешь прямо сидишь на стуле на берегу я потом как ведь покажу как я на черной речке леща ловлю меня дед один научил уже помер он сидел ловил вот на это кольцо и на полу донки то есть бросал прямо вот под берег эти и ловил вещи хорошие там в течение сильное такое там лечь так ловить на любом водоеме можно и на заливе на заливе вкусный лещ тоже хороший на зерах редко когда вкусный лещ на заливе его поймаешь в любое время его чистишь у него внутреннего жира там полстакана в лище а на озерах он худо-сочный не так много корма но есть озера где много корма он толстый лещ жирненький а так чаще не латиной пахнет я почему ну ладно увидите как я готовлю есть наконец-то вы тоже хороший тоже хороший не всплывает нифига зараза леску старайтесь сразу выбрасывать все пока вот он еще не дрыгается то бывает и не удержишь его на бывает висит как сосиска рыба бывает блин какой-нибудь черенок вот такой его в руках не удержать или вот так вот у леща нажимаешь вот тут за плавником за спины пальцем толстым вот так и он цепенеет вот его смело тогда можно держать так ладно буду я сматываться покажу вам что поймал а то скажете одного и того же таскаешь туда-сюда есть такие не я ничего не говорю сомневаться имеете право просто такие душные есть телезрители знаешь не смотри ты не хочешь не смотри а то начнут искать блин чему бы докопаться эрудицию проявлять килограмма пять наверное эти четыре штуки леща килограмм пять взвешивать тоже не буду хотите верьте хотите нет еще весы я бы я сколько брал весов блин какая-то херня блин механические возьмут возьмешь они заржавеют через полгода блин электронные вообще подниматы какими-то фунты там унции нахер они мне нужны блин эти фунты унции хрен настроишь так что я так на глазок я в 90 продавал рыбу так я вот эта штука столько сколько килограмм я говорю я не продаю килограмма я продаю от рыбу и берите вот она стоит столько рублей не хочешь бери хочет не бери не морочь голову так что ладно ребятки буду я сматываться сидели хорошо с 4 просидел телефон далеко спрятан не буду время смотреть ну я так тоже да примерно сейчас уже темнеть начнет часов 10 на вечера всего хорошего до свидания